власть занимается всем и всеми кроме улучшения жизни граждан ведь плохая власть борется с недовольными а хорошая с причинами недовольства а какая у нас власть мы уже все давно поняли уважаемые граждане если вы против qr фашизма если вы потеряли доверие к нынешней власти обязательно поставьте лайк а также помогайте в распространении этой информации элла памфилова собралась поздравить фальсификаторов по цеху с наступающим новым годом она поблагодарила коллег за труд за прекрасно проведенную избирательную кампанию масштабную по выборам депутатов государственную думу федеральных собраний российской федерации организатор преступления поблагодарила своих соучастников да уж неплохие выборы когда все удачно нарисовали нужный результат в общем элла александровна на отлично выполнила заказ ядра за за ваше умение сплоченно и вместе решать те вызовы те проблемы которые стоят перед нашей системы хорошая система насильственного захвата власти также она особо выделила способности генерировать идеи которые очень полезны для всех нас и избирателей поблагодарила за инновационный подход за творческий подход к решению проблем которые перед ними стоят ну что тут сказать инновациями и творчеством перла со всех сторон чего только не было изобретено для успешной фальсификации видео в интернете кишит той шваброй и картонкой которую закрывали камеры то сейф с двойной дверью и такого творчества полно пожелала всем памфилова в новом году здоровья благополучия близким коллегам родственникам чтобы все были счастливы наверное все будут счастливы когда этому беспределу придет конец может этот год на свободе для нее последний их честный труд наконец-то закончится и николай бондаренко напомнил избирателям что за все нужно будет ответить поэтому элла александровна скорее всего будет это ваш последний преступный год готовьтесь сушить сухарики потому что вся россия ждет когда вы загремите за решетку нашего комитета прикрыть ту убогость власти ту грабительская политику которую вы проводите вас нет других задач у вас задача найти красивые формулировки чтобы задурачить людей чтобы трудящиеся не поняли что происходит в результате ваша активность главное красивые сюжеты продолжил николай бондаренко в которых будет говориться что у нас как всегда все нормально он упрекнул антонова в том что он сказал что они начинают эту работу а надо за нее отвечать ведь ее начали они еще 30 лет назад я полностью согласен когда мы на работе что-то не выполняем с нас требуют сегодня же или в течение недели но отчет какой-нибудь в течение месяца а здесь прошел не один год не два не три а прошло уже два десятка лет и они до сих пор ничего адекватного не сделали и по сей день никто не ответил за тот беспредел который они натворили пришло время отчитываться бондаренко упрекнул их в том что за 30 лет они прожрали наши углеводороды а можно было полмира отстроить все народное хозяйство развалено все растащили и не оставлено камни на камни бондаренко назвал власть жуликами и ворами и что им плевать на то как живут люди и мы сами в этом можем прекрасно убедиться как живут люди в регионах можно даже смело сказать посмотреть на состояние экономики на состояние дорог на состояние в регионах вот именно так и выглядит наша власть так вот вы за двадцать лет добились ситуации что у нас десять процентов дорог на ромативном состоянии десять процентов я пишу вам это смешно вам плевать как люди живут вам абсолютно все равно голодают прыгают с мостов под поезда вам без разницы вы съездить с охраны на служебной машине дорогой у вас часы дороже чем у многих избирателей квартира стоит что не смешно что сейчас а зажиратые сидят через одного смеетесь да весело вам и вам сейчас надо не начинать обратился депутат надо отвечать за ту работу которую вы проделали а теперь чтобы уйти от ответственности за содеянное за 20 лет придумывают красивые формулировочки придется отвечать за итоги страшного правления вымирания и обнищание россии а так как обсуждались дороги то за дороги тоже надо отвечать отмечает бондаренко сотни населенных пунктов не имеют дорог и туда нельзя доехать и в этом тоже вы виноваты очень много домов не имеют газификации и в этом вы тоже виноваты научитесь брать ответственность а вот еще одно видео обращение в котором обсудили цены на топливо что в нефтедобывающей стране литр соляры стоит 66 рублей после нового года будет стоить все 100 и где здравый смысл задается вопросом мужчина где же совесть где мозги где пределы у терпения у великого народа победителя вы чё литр соляры 66 рублей до сша дешевле я вам уверенностью говорю что что дальше то будет люди добрые сейчас зашел магазин пачка пшена 125 рублей у меня обращение ко всем инвесторам не надо вкладываться в голубые фишки первый эшелон вкладывайтесь пшено вкладывайтесь в морковку в капусту во что угодно в россии после нового года все подорожает еще в 10 раз как минимум я не ванга ну уверен на сто процентов как соляра литр могла за две недели подорожать на почти 30 процентов это что такое это что за инфляция у нас в семь процентов если за неделю опять на 7 рублей подорожало что это как это люди добрые европе которая в кавычках гниет отмечать мужчина была попытка поднять цены на топливо так там быстро фермеры приехали заблокировали все азс дальнобойщики бросили свои машины а у нас в россии благодать за неделю уже в который раз бешеное повышение и люди просто молча заправляются а что же будет после нового года как кормить семью может пора заканчивать с видео обращениями и конференциями может пора думать о чем-то серьезном обращается мужчина может выйдем не на новый год а на какое-нибудь другое мероприятие нам же искусственно создают ситуацию для голодовки зачем это если будем молчать так и дальше то до следующей конференции на которой нам будут рассказывать что все хорошо мы можем и не дожить такого нет ни в одной стране завершил свое обращение мужчина не он прав этот беспредел переходит абсолютно все границы и покоже правительство не собираются решать наши проблемы но проблема есть и она самая большая а что думаете вы по этому поводу уважаемые граждане свое мнение обязательно оставляем в комментариях делитесь этой информации в соцсетях и со своими близкими друзьями эту правду должна увидеть и услышать вся россия а и а и и и и и и и